Никита, вы готовы? Вы готовы? Все в порядке? Как у вас ситуация? Много, наверное, вопросов. Большая ли у нас интересована аудитория? Микель, дайте, пожалуйста, микрофон. Никите. Раз, 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 да. Как там дела? Порядка 12 людей у нас. Проявились. Они очень активны. Есть кто-то, кто не говорит по-русски? Нет, все русскоговорящие. Думаю, что европейцы и американцы, возможно, еще спят. Либо завтракуют с кофе и кроссаном. Итак, мы уже слышали очень хорошие слова от обстоятельства редактора из телевидения. Мы слышали слова двух экспертов, которые являются киноконсультантами, работают в частной сфере, в том числе и государственной организации. А теперь пора дать слово самому режиссеру. Он молод, очень энергичен, очень талантлив. Он представляет Эстонию. Эстония, которая сферовой технологии развита чрезвычайно. Як Киллми, он и продюсер, и режиссер в одном лице. А второе, большое количество фильмов он сможет ответить на вопросы. В частности, использовали трансмедиа, какие-то новые форматы. И насколько они привлекательны для него? Давайте поприветствуем Яка Киллми. Доброе утро. Я хочу попробовать, получается ли мне говорить по-русски, чтобы все поняли бы меня. Довольно редко бывает, что у меня есть возможность говорить по-русски, потому что в Эстонии мало так. Это редко получается так. Потому что все-таки мы смотрим на Запад, и язык общения у нас уже английский. Но поскольку я снимаю кино и в России, и продюсировал один российский документальный фильм, мой рабочий язык был как-то русский. И, по-моему, весело говорить по-русски. У меня одна веселая история в связи с Питером. Санкт-Петербург – важный город для меня, потому что здесь первый раз я чувствовал, что я могу быть продюсером. До этого я был режиссер, снимал документальные фильмы как режиссер. Но один раз мой приятель из Польши, Мирик Дембинский, мне написал и рассказал, что у него международный проект бездомных футболистов. Потому что это было 10 лет назад, в 2003 году, когда в Австрии состоялся чемпионат мира бездомных футболистов. И Мирик мне сказал, что вот я единственный, который живет почти в Санкт-Петербурге. Потому что Далина же рядом, совсем рядышком. И для меня это был такой интересный вызов. Он сказал, что хорошо, я пойду в Питер и буду снимать фильм о бездомных футболистах Питера. Идея Мирик – снимать фильм в разных местах мира. Как они подготовятся к чемпионату. Хорошо, вот я приехал в Питер. И у меня была встреча с руководителем фонда, который был ответственным питерским бездомным футболистам подготовлением к чемпионату. И после этой встречи я узнал, что вот, что я не могу делать этот фильм, потому что, чтобы делать хороший, чтобы снимать хороший документальный фильм, ты должен быть здесь. Ты должен жить здесь, в Питере, не кастролировать. И поскольку я не видел энтузиазма в глазах этого руководителя проекта местного, я знал, что вот я неправильный человек. Я чужой человек в чужом месте. И потом я пошел в депрессию. Я хотел пойти в гостиницу, наверное, выпить и продумать, что дальше. Даже погода была отвратительная, было март. И я поймал машину, чтобы ехать в гостиницу и остановить Жигули 08, Лата Самара. Сидел в машину. И водитель был человек, пожилой машина уже. И мы разговаривались, конечно, с моего акцента. Узнал, что я из Прибальтики. Он спросил, кто я. Да, я генорежиссер, приехал в Питер. И он сказал, что он тоже генорежиссер. Ага. А что? Я спросил, а что вы снимаете? Ничего не снимаю. Я из старого поколения. Я никому не нужен. Мне зовут Йосиф Трактенгерц. Очень приятно, очень приятно. А знаете, у меня такой проект. Я сказал про беде моей, что вот действительно я пришел сюда, чтобы снимать фильм, но я не могу этого делать, потому что я же понимаю, что чтобы снимать хороший фильм, я должен жить здесь. И я спросил, Йосиф, а вы не хотите снимать фильм про бездомных футболистов? И Йосиф сказал, да, хочу. И вот получилось так, что Йосиф Трактенгерц снимал свой фильм, фильм, который потом был в составе этого большого фильма. Да, пять новеллов. Один из пяти новеллов снимал Йосиф Трактенгерц, а я был продюсером этого фильма. И если ты не знаешь, что делать, общайся с людьми. И, а может быть, это даже ответ на многих вопросов режиссеров, которые почти знают, что делать, но не совсем. Ну, и вот мне кажется, что ответ на этот вопрос может быть можно найти и в трансмиде. Может быть, надо общаться с людьми. Может быть, действительно есть кто-нибудь, кто знает какую-то сферу лучше, чем вы. Да, вот. И вот я... Перед тем, как-то я сюда приехал, я думал, что я буду вам рассказать какие-то истории про фильмы, которые я снимал, которые были довольно успешны в международном уровне. Но сейчас, сидя в сале, до перерыва, я узнал, что мои проекты были бы даже более успешны, если я сумел бы использовать трансмиде. Но я не знал. Трансмиде – что-то новое для меня. Все-таки. К сожалению. Хотя, как Туэ сказал, Эстония – очень дегитализированная страна, но мы все-таки живем... Я могу сказать, что все-таки множество режиссеров среднего и даже нового поколения мы живем в старом мире. и трансмиде – это что-то, что делает немножко сомневательными. Это совсем другой подход к синематографу. и иногда мне показалось, что трансмиде – это в основном люди из старого поколения, такие шестидесятники в восторге с трансмиде, потому что они в молодости они были революционерами в шестидесятых, семидесятых, семидесятых, как ика. Он в большом восторге рассказал нам о возможности трансмедия, как это все изменяет, как трансмедия может изменять мир документального кино. И я вижу там идеализма шестидесятника, который испытывал время революции. И очень оптимистически в этом смысле. И я иногда чувствую меня конформистом, потому что я был молодой, который ушел в мир, который был создан уже старого поколения. Хорошо. Но сначала я хочу вам показать трейлер одного моего фильма, который я который был моим первым продюсерским проектом после питерского фильма про футболистов без футболистов которые без дома купили. Да. И я был продюсером и режиссером этого проекта и довольно успешно я питчевал это на разных питчингов и я уже думал что вот я снимаю фильм который будет и успешной международному уровне. Как вы знаете кино надо продать уже как-то у тебя возникает идея. Уже идею надо продать иначе никто про твой фильм не знает. и история моего фильма The Art of Selling Искусство продажи вначале довольно успешной на питчингах мы получили аплодисменты софинансирования и все. а фильм сам когда фильм был уже готов в Эстонии был довольно успешный показали в кинотеатрах собирал огромный бубликов в эстонском контексте но на международном уровне вдруг оказалось и сейчас я покажу вам трейлер трейлер нашего фильма The Art of Selling и я хочу анализировать с помощью с нашими скандинавскими экспертами что мы могли бы делать если мы могли бы использовать Facebook фейсбук да я признаю фильм был снят до Facebook 8 лет назад никто даже не знал наверное Дэвид Цукерман даже не наверное даже Дэвид Цукерман не знал про Facebook еще но если можем фантазировать что мы могли бы делать чтобы действительно фильм нашел бы путь к публику в мире потому что через телеканалов этого не olvy walks отлично до повышения что значит это не получилось отлично не в на Francesco не Субтитры создавал DimaTorzok 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 Искусство как найти мотивацию Потому что тогда это было big business в Эстонии И вот в фильме у нас были три герои Один из них был молодой студент, который пошел в Америку, чтобы продать книги Другая героиня была Маре, обычная женщина, которая жила в везде Но она все-таки думала, что ответ на всех вопросах все-таки где-то здесь И нашел ответ в Туперваре Вы знаете эти вещи Туперваре? Пластиковая посуда И она так... Да, она... Она вошел в этот мир И третий герой нашего фильма был Пейп, который тренер мотивации Мотивационный тренер И довольно успешный Который тоже как-нибудь потерял свои иллюзии Во время этих... Этих трех годов И знаете, фильм, телевизионная версия нашего фильма была один час А знаете, сколько материала мы должны были выбросить из фильма? Целые линии, истории, которые мы могли бы показать в фильме Но никак не могли найти их место в нашем фильме Скажем, фантазируем Если у нас такой проект У нас три героя Мы снимаем огромное количество материала Но нет Найдем место для этого материала в нашем фильме Сейчас, если я Водил бы искусственным трансмедии Если я знал бы, как это делать Я перестроил бы Всю стратегию Нашего проекта У нас есть впечатление, о чем этот фильм И что мы могли провести некий такой вот Задним числом провести некий брейнсторминг Ну, конечно, возвращаясь к тому, что вы могли бы сделать Это, так сказать, немножко грустно всегда Ага, я должен стоять так, чтобы у нас была хорошая связь Прежде всего, когда ко мне подпадут к вопросам о трансмиссии Я спрошу, о чем фильм? О чем, по-настоящему фильм? Ну, я понимаю, что он на трех продавцах, но о чем? Ну, фильм был об убеждении, что вот это искусство продажи Это ключ к ответу Какому-либо ответу Решила о людях Которые жили в момент переломного этапа для Эстонии В страну пришла рыночная экономика Люди потеряли какие-то прежние ориентиры И они уверовали в то, что ответ на их какие-то проблемы и вопросы В искусстве продажи, что если вы научитесь продавать, вы будете успешным человеком Это ваша убежденность в том числе? Нет, я достаточно критично относился к этой мысли Ну, к этому подходу Ну, на самом деле, это всегда бывает, что у вас обычно больше материала, чем вы можете вместить в фильм В том числе, это касается фильмов, которые делаются на iPad Да, у вас были три истории, между которыми могли бы передвигаться Что для нас означает продажи? Допустим, я в Риге провел очень большое количество И в Риге, и в Таллине У меня хорошие друзья А в Таллине один из них, на самом деле, занимается продажами, так сказать, дорогостоящих предметов Что интересно в искусстве продажи, то, как вы сами себя продаете С одной стороны, если вы можете развивать разные истории, рассматривая их по-разному А занимается продажами, вы продаете ли вы сами себя? Что хорошо, что плохо Вы можете развивать историю вокруг вот этой мысли В этом, именно вести, может быть, это средства трансмедиа могли бы использоваться Общество менялось тогда достаточно быстро, в разных смыслах слова И люди не успевали за этими переменами Поэтому здесь возникает много вопросов относительно нашей ментальности Чтобы за стороны, чем мы должны, что нам делать Немножко более конкретно, допустим, что можно было использовать Можно было сделать простые вещи Допустим, рассматривать опросные листы, допустим, в Англии у нас был интересный проект Назывался 1946 Рассматривали, кем вы могли бы быть в 1946 году Зная, кто вы сейчас Люди представляли, кем они были в то время И люди раскрывали информацию о себе Как это могло бы изменить свою жизнь И чтобы они могли как бы Лечься в новую одежду и посмотреть, кем они на самом деле могли быть Мы, может быть, не воспользовались, может быть, какими-то возможностями Как-то вот обыграть эту историю И в результате у нас получился такой традиционный достаточно телевизионный продукт Использующий традиционные языки выражения, средства выражения Но все вот эти рассказы, эти линии Они были более сложными, чем мы смогли их раскрыть в фильме Ну, на самом деле, в этом стоит мой вопрос Что зачастую мы создаем фильм И вы, на самом деле, достаточно критично Критично относитесь к тому, с чем приходится сталкиваться с вашим героем Но вы не можете это выразить Каково ваше истинное отношение к этому Я думаю, что в документальном фильме, на самом деле, прослеживается достаточно четко Позиция режиссера, личная его позиция Для некоторых это хорошо Для некоторых людей это изменило жизнь В чем помогает трансмедиа Это делать личный выбор Что, в свою очередь, немножко усложняет работу режиссера, естественно Вы могли бы, может быть, начать дискуссию о том, о эмоциональной психологии Если бы у нас пара людей, которым хотят что-то у нас уточнить, узнать Давайте Вы спрашивали вопрос, что вы могли бы делать Это зависит, в какой стадии вы находитесь в проекте А вот с этим проектом Можно было заняться каким-то исследованием, может быть, очень интересным И задаться вот этими вопросами, с которыми вы сталкиваетесь при производстве фильма И, допустим, найти каких-то героев еще для вашего фильма Допустим, мы часто получаем отклик из интернета От людей, которые интересны в этом И которые интересна эта тема Таким образом, вы можете вовлекать другие персонажи, другие какие-то линии в ваш фильм, в ваш сюжет Да, таким образом, вы должны как бы начать эту дискуссию чуть раньше Я думаю, что здесь все может быть просто Я... Естественно, я все разместил от пяти до одного Это разместить дополнительный материал в интернете И это, естественно, об этом вещи такие объективные Также вопрос, который касается обеспечения поддержки ваших интересованных аудиторий Каких-то ваших... Тех, кто за нечетом в этой теме Третий Как спровоцировать, как вызвать дискуссию Не то, чтобы навязывать как-то и полностью раскрывать вашу позицию А вызывать дискуссию Было бы очень просто сделать, чтобы вы могли бы задать вопросы Какие-то представить примеры Или просьба поделиться опытом продаж Узнать, что люди могли бы делать по-другому Может, какие-то есть альтернативные возможности подхода к продажам И, может быть, вы нашли бы самого лучшего продажника в Эстонии Вы бы сделали один минутный клип с ним и включили фильм И затем использовать это в разговорах с дистрибьюторами, с прокатчиками Это таким образом повысит шансы на продаваемость вашего собственного фильма Это то, что делают Doc Ventures Сейчас Это касается фильма Food Inc Это достаточно простая идея, но людям это нравится на самом деле Я таким образом, как бы, лучшим образом обеспечиваю сбыт вашего фильма Чтобы большее количество людей знало и пресса знало о том, что вы производите фильм Не просто найти какую-то свою заинтересованную аудиторию Но провести маркетинг большой И обеспечить сбыт ему С тем, чтобы и дистрибьютор, и братка Мы были заинтересованы в нем У нас времени в обрез, но буквально, если позволите, последний пример Проект на будущее Хорошо, да, вы покажете, да? И мы обсудим это позже Сейчас я покажу вам совсем короткий трейлер Моего Следующего проекта Фильм, который У которого уже есть Планирован Трансмедиа Платформа А как это делать Как это будет выглядеть Выглядеть Еще большой секрет Нет Но я знаю, что там есть потенциал И Почему я Здесь это покажу Потому что Снимаем В многих городах Вокруг Бальтийского моря Даже в Питере Редактор субтитров Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы можем и достигать большую публику, потому что, знаете, игры — это всё, что нас радует. И активизм через радость — это что-то новое. И активисты мир изменяют, и активисты всегда интереснее, чем пассивисты. И вот эти мои последние слова. Я верю, что фильм про активистов, которые хотят изменить мир — это что-то, что мы документалисты ищем, и мы, конечно, все хотим изменить мир. Продолжение следует...